19 июня 2017 года в Зарайске состоялось выездное заседание двух комитетов Московской областной думы по вопросам соблюдения требований земельного законодательства и санитарно-эпидемиологических норм при строительстве животноводческих комплексов. В итоговое решение одним из пунктов депутаты внесли выезд на предприятие в Нижний Новгород с целью ознакомления с работой свинокомплекса и использованием новых передовых технологий, которые помогают работать с соблюдением экологических норм. Дата посещения предприятия намечена на конец июля. В состав делегации должны войти представители Московской областной думы, администрации городского округа Зарайск, представители общественности. Активисты, позиции которых состоит в недопущении строительства свинокомплекса, проявили инициативу и отправились в Нижний Новгород самостоятельно. О том, что они увидели, нам рассказал Владимир Паховенко. Наша цель нашей поездки была как раз таки предоставление объективной информации о том, что там творится. Дело в том, что мы год протестуем, и порой даже у нас возникали сомнения, а все ли так страшно. Вот мы поехали туда, мы пообщались с местными жителями, с обычными людьми, такими же, как вот и мы. Они нам все рассказали, они нам показали, где сливаются свиные фекалии, свиная моча. Показывали отравленную речку, показывали, скажем так, вот эти трубы гигантские, вот это, знаете, это такая капроновая труба, она многокилометровая, идет от свинокомплекса в поля, в леса, там, в зависимости от того, куда ее направят. Наматывается на трактор и ведется уже в направлении нужном. Но самое страшное, конечно, это общение с местными жителями, потому что то, что они нам рассказали, как они там массово все болеют, какая ситуация происходит с тем, что вот даже с работниками этих предприятий, то есть там устраивается человек, какое-то время поработает, иначе уходит на больничный. Онкология возросла, рыбы практически нет в этой, есть речка Пианка, она была чистейшая. Прямо в эту речку сливается канализация с этого свинокомплекса, рыбы там нет. Вот местные жители говорят, что я собирал, ловил 100 щук, а вот после строительства свинокомплекса максимум 2, то есть рыба там переводится. Что еще мы хотим отметить, что при нахождении там свыше часа, во-первых, вонь жуткая, вонь доходит до районных центров перевоза и вада, то есть перевозовский район, вадовский район, а это 10-15 километров. Но то, что творится в радиусе 5 километров, это какой-то ужас. Вот как раз-таки мы ездили и смотрели, что было в 5 километров. Через час у нас на языке и вот на небе появился вот такой привкус, горько-сладкий, такой, знаете, как тошнотный. И мы от него не могли избавиться. Потом вот у меня легкий чистый, я не курю, я от этого, я начал чихать. И вот это все пропало только когда я уже приехал в Московскую область. Вот 7 часов ехали, потом мы вот как бы отходили. Ну, самая страшная вонь, это, конечно, в местах слива вот этой канализации и вот там уже, где, ну, ближайшие деревни. Вот очаги поражения, это деревня Телинина, перевозовского района, и деревня Елховка, вадовского района. Есть еще куча других деревень. Мы туда просто за немедленно время не поехали. Мы здесь что хотим сказать за райцем? Вот нам подготовили вот эти инвесторы, вот эту срежиссированную, централизованную поездку. Мы это, в принципе, посмотрели план мерять и поняли, что нам сейчас там покажут потемкинские деревни. Вот когда мы общались с местными жителями, они нам рассказывали, как такие экскурзии туда вводят. То есть сматывают эти шланги, прекращают слив канализации. Реагенты, значит, вот эти лагуны, сбрас, ну, добавляют дорогущие реагенты, чтобы запаха не было. И нагоняется под встречу делегаций вот эти вот, скажем, работники, которые там работают, бесправные. И в том числе покупают там жители в Адовской районе, чтобы они приходили и говорили, как же там все хорошо. То есть, понимаете, эта поездка туда, организованная, это РБПА, это просто ловушка. Мы вот специально поехали, чтобы нас уберечь, вот зарайцев уберечь, потому что даже в Зарайском районе еще не все понимают, какая-то катастрофа. Да, у нас протестное движение очень мощное, 15 тысяч подписей собрано. Но, ну вот, понимаете, все-таки мы хотим, чтобы каждый знал это. Поэтому наша цель, чтобы зарайцы об этом знали. Валерий Маркович, Герман Беляев, студия «Квант», в Зарайской кабельное телевидение. А там местные нам покажут, где это находится все? Потому что мы едем репортаж снимать, про свинарник проведем. Ну, короче, это в сторону перевоза. Кому подъехать, знаете там? Ну, откуда я знаю. Там мне похорона нравится. Ну, вот жители же протестуют против строительства этого свинарника. Буконец протестуют. Ну, невозможно вот. Может, подскажете, к кому можно обратиться? Я не знаю, вот не в курсе. Не знаю тебе. Нет. А на сколько километров распространяется запах? Потому что, говорит, что даже доходит до... На километров на 10 едет. Еще раз скажите. Речка Пьяна. Речка Пьяна, да? Пойдемте поближе. Речка Пьяна, да? Речка Пьяна, да? Да, была одна из чистейших, да? Вонь аж здесь чувствуется. Слушайте, а на самом деле, просто обратить внимание, горечь какая-то даже появляется на языке. Вообще, конечно, подлецы. Подлецы, плевать на людей, плевать на экологию. Ой, елки, посмотри, действительно, речка-то какая. Как она со свинокомплексом связывается? В эту речку попадает небольшой ручей, вот 300 метров отсюда. Телинка называется. Телинка. Она протекает там в 70-50 метрах от свинокомплекса. Вот так вот. И то есть они дерьмо все, по сути, в эту вот Телининку, а дерьмо потом идет сюда, да? Да. Жалобы писали вообще? Да, писали, везде писали. Писали, да? А не реагирует, да? Правда, охранная структура, да? Ну, понятно. Именно природные. Пиши сколько угодно. Министерство экологии, прокуратуру. Ну, пожалуйста, канализация, Которая идет, сливается со свинокомплекса уже в речку-пьянку, на которой мы были чуть ранее. Вот, пожалуйста, она сюда льется. Жалко, что вы не можете, поговорю еще раз, повторюсь, почувствовать этот запах. Вот так они сливают, сволочи, сточные воды компании RBPI и Чирайен Покурт Пуц. Вот, пожалуйста, а вон там дальше, деревня Телинина. Вот, вот, вот. Это вот сточная канава, правильно? Она спускает, дышать здесь нечем. И во пьяную спускает. Когда они спускают во пьяную, дышать там нечем, нафига. Особенно летом. То есть, вот, она видно, даже мутная вода здесь. Ну, конечно, вот я нахожусь. Здесь рыба появится. Сейчас, сейчас посмотрим. Вот, пожалуйста. Вот, конечно, вот получается, она вот отсюда идет и впадает в чистейшую речку пьянка. Это мочарь. И отравляет. Это вонизма, который вокруг стоит. Это вот благодаря вот этому сточной бразьеру. И вот они вот, здесь вот, сейчас они закопали, а здесь каталованы прям отсюда доходили. Понимаете? Вот сейчас ее сравняли, нафиг. А в то время, когда строили, здесь каталованы, вот, вы думаете, куда этого дать еще, нафиг? Вот. Здесь вот. Они от нас завалили. И вон, видите? Бров, вон. Вот. Видали? Вот. Столб, столб. Столб, да? Вон там, да. Ну вот. И вот, я думаю, я иду сюда, и вот обратно. Ага. Понятно. Ну вот, по невидно. Жалко, говорю, что камерой нельзя передать запах. Да. Тошнотворный, едкий запах. Так, вот, пожалуйста, мы разговариваем с местным жителем. Это Аптул, да-да. Это про центру. Вот дорога. Вот они пробили. Вот. Ага, вот смотрите, шланг, шланг, который, громадный шланг, который идет от свинокомплекса, далеко в поля, и по которому, вот там свинокомплекс расположен, чуть дальше. И вот этим шлангом, они дерьмо свиное сливают в поля и в окрестные леса. А вон, вы видите, если здесь, да? Вон дым идет от крематория. И повсюду распространяется едкий тошнотворный запах, что в итоге аж, знаете, во рту горечь. Вот, сейчас я поближе подойду, посмотрю, как выглядят передовые тайские, тайско-датские технологии компании RBPI и Chiron Poclon Foods. Вонь невыносимая. Я даже не хочу сюда спускаться, потому что труба пробита, смотрите, под дорогой, под дорогой. И идет на выход вон туда. Вот, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Идет, 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 идет. И уходит в поля. Вот так вот. Пердовые датские технологии в действии.